чё как бурундучата на канале концу подошло очередное прохождение а следовательно пришло время нового обзора так что без лишних прелюдий представляю вам обзор до игру over the hedge или листая братва сегодня речь пойдет о действительно весьма странном проекте прежде чем вы закидайте меня тапками хочу вас предупредить что обзор делался до версии игры с пиратским переводом а-ля охлажденный перевод qt так что мое мнение может быть не совсем корректно сформулировано до то что убийца в игре уже может пошатать разу простого взрослого человека прежде всего стоит отметить что игра сделана по мотивам одноименного мультфильма который к слову весьма хорошо сделан в отличие от игры такое ощущение что игру сделали только по инфоповоду в честь выхода мульта чтобы бабла срубить но давайте по порядку начнем с графики для 2006 года уровень графики еще кое-как вполне приемлем скорее даже очень хорош неплохо дебированные персонажи и приятная глазу картинка уже лучше чем ничего присутствует очень много спецэффектов виде выпускаемых снарядов электричества и табу подобное конечно они не топовые но это же 2006 год механика и геймплей игры приближены к подобным ей вы проходите уровни управляя одним из нескольких персонажей которые имеют только косметическую разницу внешность и эффекты от ударов прыжков комбинаций за весьма длительное время прохождения этой игры разнообразие врагов практически нулевое есть обычные существа более плотные со способностями вроде закапывания и выкапывания в другом месте стрельбы из ледяных бластеров и тому подобное их немного и появляются не встретив до 5-6 уровней по отдаву новому виду очень часто можно встретить их логово который выполняет функцию спауна порождает новых таких существ в игре имеются и босс батлы но в них нет ничего такого что мне запомнилось абсолютно они отличаются лишь своей атакой и способом убийства сами игровые персонажи как я сказал ранее отличаются друг от друга лишь внешность и умеют делать абсолютно одно и то же из арсенала способности имеется самый обычный прыжок самый обычный удар усиленный удар бросок шара для гольфа стрельба из бластеров массовый удар использующую энергию которая копится в битвах из энергетиков усиленный массовый удар а также можно запрыгивать на спину другому персонажу другу и кататься на нем всю игру да в этой игре кстати присутствует локальный кооператив так что можно зарубиться со своими младшими сестренками и братиками но в игре всегда несмотря ни до что бегают два персонажа один из них управляется ботом если за него не играют между персонажами можно переключаться во время игры а менять их облики можно в пробежутках между уровнями выйдя в специальную область лес на ней можно как примерить шапки которую вы доходите по ходу игры так и сыграть в некоторые мини игры или переиграть уже пройденные уровни убивая противников с них падает еда которая восстанавливает вашим персонажем здоровье еда встречается и по ходу игры и она может восстанавливать больше здоровья помимо этого в игре имеются чипсы и печенье каждый раз собирая 20 штук чипсов вы увеличиваете свое здоровье собрав столько же печенье вы увеличите свой максимальный запас энергии по ходу прохождения в лесу будут появляться новые предметы и персонажи с которыми никак не повзаимодействовать но персонажи очень часто что-то говорят мини игр всего три ралли обычная гонка с возможностью использования ускорения и даже с небольшой физикой водитель игра в которой вам нужно уничтожить объекты которые требуются с помощью дальние атаки ящики бочки и так далее повозки режим дерби в которого вам нужно выжить и уничтожить всех противников врезаясь в них в каждой мини игре имеется несколько карт на выбор которые открываются по ходу выполнения дополнительных заданий на каждом уровне это условия в стиле пройди уровень без урона не задень ловушку и тому подобное что же касательно сюжета то тут и начинаются странности во первых игра начинается абсолютно резко и вообще не состыкуется с сюжетом фильма то ли это его продолжение то ли его пересечения но на продолжение это не похоже так как в конце по сюжету они завязали с воровством у людей а следовательно события происходят где-то посреди фильма но как тогда объяснить то что зверьё ворвалось прямиком вермтек для обезвреживания зверминатора это явно никак не может состыковаться с событиями вселенной во вторых сам по себе сюжет странный персонажи говорят на абсолютно непонятные темы возможно это кривости перевода но если прислушаться к озвучке то именно об этом они и говорят и это настораживает смахивает на какую-то крипипасту со стрёмной историей очень многие моменты в этом плане остаются непонятными например бред про телепортацию опоссумов я бы и больше рассказал давайте вспомню уже ничего в итоге мы имеем обычную аркаду с весьма непонятной сюжетной линии если на нее не обращать внимание сама по себе игра довольно скучно и очень быстро надоедает 5 из 10 это максимальный балл на который тянет эта игра до в игре присутствуют видеоролики но я не смог их посмотреть так как скачанной версии они вырезаны возможно оди могли заполнить те сюжетные дыры которые мне попались ну а на этом обзор подошел к концу ставьте лайк если вам понравился мой обзор а также выскажите свое мнение по поводу игры или обзора в комментариях предлагайте во что подобное еще можно сыграть также вы можете посмотреть другие мои обзоры на игры или посмотреть прохождение этой игры если вы этого еще не сделали с вами был павел 1 покедова братва